Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня уже 5 декабря. Как бы не сказать, как в прошлом ролике, я опять, что июнь, рассказываю про лето. И как правильно написали оговорочка по Фрейду, называю летние даты. Нет, сейчас декабрь. И мы продолжаем выбирать, подбирать те томаты на будущий сезон 2020 года, которые устроят нам по своим характеристикам, по всем показателям. На прошлой неделе я рассказывала вам, деля беседу, о томатах для открытого грунта, но о крупных. Я рассказывала, что можно даже у нас в Сибирском регионе получить крупные мясистые томаты без применения теплицы, то есть для открытого грунта. Особый упор делаю на томаты для открытого грунта, потому что не секрет, что не каждый может поставить теплицу. Это и материально тяжело, особенно для тех, кто сейчас выходит на пенсию. Сразу это такая сумма неподъемная. Начинаем сначала учимся выращивать в открытом грунте, а потом со временем будет теплица, значит будем переходить в теплицу. И до этого, на прошлой неделе, я сейчас напомню, что я рассказывала о сортах. Вот у меня под 123 номером в каталоге сорт Бердский крупный, который метр вырастает, метр-метр двадцать, он полудент. 500-600 граммовые плоды можно получить. Рассказывала о номере 56 у меня в каталоге. Называя номера, просто люди просят, чтобы потом посмотреть, есть ли у них эти сорта или нет. И, ну, описание. 56-й любимый праздник, он вообще может дать вам томаты-гиганты, плоды такие, тоже в открытом грунте. Потом номер 70, а, но он тоже не индотерминатный, он невысокий. Потом мы перешли, я рассказывала про номер 177 в каталоге, это советский, который уже тут такие здоровые, ламки 500-700 грамм, они уже индотерминатные. И номер 44, король гигантов, он тоже индотерминатный, то есть мы шли от простого к сложному. Вот это все крупные томаты крупноплодные, которые можно вырастить в открытом грунте. Но, тут есть один нюанс. Все знают, что вот эти крупные, мясистые бифтоматы, их рано получить невозможно. Для того, чтобы они вызрели даже в открытом грунте, хоть все равно нужно зажидать чуть дольше. А хочется ведь томаты получить пораньше, пусть даже, ну не на месяц, полтора, но хотя бы на две, на три недели. И тут, конечно, тот, кто хочет получить ранние урожаи в открытом грунте, но все-таки более-менее такие крупные плоды, мы должны спуститься по весовой категории, то есть вес 500 грамм мы уже не рассматриваем. Сейчас мы перейдем к более простому, вес 200-300 грамм. Я сейчас расскажу вам о томате толстый джек. Летом показывала я его, как он увешан плодами. И вот этот сорт, как раз тот, который может устроить огородников, для которых важно сочетание и скороспелости, и крупноплодности. То есть эти прекрасные два качества в нем соединены. Томат, он хоть не совсем крупный, 200-300 грамм, но все равно это не мелкоплодный, не для консервирования, которые вот маленькие шарики, сосульки. Это такой достойный томат, 200-300 грамм, это хороший такой томат. И еще вы получите его чуть раньше, чем все те, о которых мы рассказывали на той неделе, знакомились. И еще, извиняюсь, что два раза сказала еще, не очень красиво. И еще у него такой необычный вкус. Ну то есть он отличается вкусом. Он может получиться очень вкусным, он мясистый, у него мякоть плотная. Ну короче, вот этот сорт, который вроде бы относится к ранним, у которого есть качество такое, как скороспелость, но плоды, качество плодов не уступает вот тем огромным бифтоматам, которые ждать нам приходится немного подольше. Если говорить о характеристиках, то этот детерминатный сорт, он очень ранний и очень урожайный. И вот эта высокая урожайность отмечается всеми. Когда я показывала в теплице, вот какие плоды поспели первыми, кто смотрел меня, помнит, что самым первым с края, вот с того, с дальнего, у меня стоял толстый джек. Он покраснел одним из первых. Он поражал своей урожайностью. Когда я говорила, что не о каждом сорте можно сказать, что он поражает своей урожайностью, толстый джек как раз тот сорт, про которого я могу сказать, что меня он поразил своей урожайностью. И еще одно немаловажное качество, что его можно выращивать и в открытом грунте, но он и в теплице хорошо себя ведет. Когда я в прошлом месяце снимала видео, что как себя чувствуют вот эти томаты со снежными названиями, которые специально выведены для холодного климата, для выращивания в открытом грунте, что в теплицах они иногда им некомфортно, они задыхаются, у них цветки опадают, у них мельчают плоды, то толстый джек как бы не так ведет себя. Он вот что в открытом грунте, у него огромные вот такие вот такие мясистые тяжелые плоды, и в теплице он ведет себя точно так же, хотя больше всего этот томат, конечно, для открытого грунта. Он может выручить тех, у кого нет теплицы, но кто хочет получить томаты пораньше, томаты немеленькие. И если говорить о урожайности, которая, я говорю, что может поразить, то для вот таких, да, он детерминат, но даже в теплице у меня вырастает всего метр двадцать, а до улицы вообще метр. Вот для таких низкорослых томатов, я вот сейчас покажу, ой, посмотрю какая там, указано 5-6 квадрат, ой, 5-6 килограмм с квадратного метра. Я еще раз повторю, что я сама никогда не взвешиваю количество плодов, потому что это проблематично, это лишняя трата времени. Но я вот на вид могу вам сказать, что этот кустик, он будет весь-весь увешан, и очень хорошим бонусом к этому сорту идет то, что его можно выращивать практически без формирования, без пасынкования. То есть, если вы уберете до первой цветочной кисти, нижней, ну, чтобы проветривалось, чтобы стволик был, остальное можете вот так вот пустить на самотек, и будет, хотя несколько пасынков, пусть там будет 3-4, ну, вот этих стволика, ничего, я вот так к одному колу все притягиваю, и зато много-много плодов. Конечно, первые крупные идут в салат, потом следующие пойдут и в томатопереработку везде, что немаловажно для тех, кто хочет везти свой огород автономно, как я всех призываю, собирайте свои семена, не будете зависеть от магазина, от фирм семенных. Это вот тот линейный сорт томата, с которого можно собрать семена, с которого можно эти семена потом высевать в течение 5-6 лет, то есть, один раз посадив толстый джек и вырастив его, вы можете себя обеспечить семенами на долгие-долгие годы, 5-6 лет. Все, вот это было знакомство с толстым джеком. Он у нас стоит, так, это середнячок между теми, кто крупноплодные, хоть они детерминатные, хоть индетерминатные, они будут чуть попозже. С этого края у нас будут стоять скороспелки, мы до них потом дойдем. А вот это такой средний сорт, который сочетает в себе и скороспелость, и крупноплодность. То есть, и из того, и из другого класса он немножко всего взял. Идеальный, универсальный сорт, хоть на улицу, хоть в теплицу, хоть в салат, хоть для томата переработок и консервирования. Лично мне понравился. Я не знаю, конечно, сейчас будут приходить отклики, может быть, у кого-то он не получился, у кого-то не удался. Но в прошлом году я читала, все хвалят его и вкусный, и урожайный, и неприхотливый, и ранний, и довольно-таки крупный. Вот такой у нас толстый джек. Забыла сказать, что у меня он в каталоге под номером 175. Но я сразу говорю, я вот это рассказываю не для того, чтобы привлекать к себе клиентов. Я заказы уже не принимаю в этом году. Все это просто в просветительских целях, чтобы люди знали о хороших сортах. Чтобы вот эти наши гибриды, которые заполонили наши магазины, их понемножку можно вытеснять, а высаживать хорошие, проверенные, урожайные, неприхотливые сорта. Все, до свидания. Дальше буду говорить о еще более скороспелых сортах. Сейчас у меня будет следующим буян. И буян желтый. Потом сниму видео по многочисленным просьбам и по просьбе одной постоянной зрительницы Лилии Ивана Вальтера она давно просит рассказывать об одинаковых сортах. То есть, какие сорта очень похожи, и какие можно заменять друг другом. И какие, если купите один сорт, то второй можно уже не приобретать. То есть, это повторение этого же сорта. Вот расскажу о таких сортах, потом расскажу о сортах редких коллекционных, таких как странная вещь девушки, полосатый шоколад. И в конце поговорим на грустную тему о помидальных томатах. Оказывается, есть и такое. Впервые в жизни нынче узнала, но хочу с вами поделиться. Все, до свидания. Продолжение следует...